Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как всегда иметь деньги, я вам расскажу главный секрет и как относиться к любой ситуации так, чтобы извлекать пользу. Также я вам поясню за свой контент, за мотивацию и за деньги. Итак, погнали! Смотрите, что вы видите перед собой? Вы видите сочную котлету денег. Здесь евро, доллары и гривня. Теперь я вам задам вопрос, что вот эти вот деньги значат для вас? И давайте я отвечу со стороны хейтеров. Это понты и хвастовство. И вы будете правы. Да, это понты и хвастовство, потому что вы так считаете. А что значит эта сочная котлета для меня? Во-первых, это мотивация. Во-вторых, это успех и стимул двигаться дальше. Это, народ, мой контент. Я выпускаю такие видео. Это мой бизнес. Я на этом зарабатываю. И когда я начинал, мне безумно не хватало вот таких вот видео. Вот сейчас вы видите фотографии из инстаграма. И эти фотографии меня безумно мотивировали. Я вот смотрел на них и думал, кто это? Что это за люди? Чем они занимаются? Что вот могут тебе такое позволить? И я хотел быть на их месте. Я им не говорил, блин, вы гантоны, вы понтуетесь. Я говорил, я добьюсь таких же результатов. И теперь я на их месте. Теперь я могу взять вот эту вот пачку, взять телефон и тоже сфоткать вот так вот деньги. И вот я хотел узнать, чем эти люди занимаются? И как вы думаете, кто эти люди? Половина из них, конечно же, это звезды шоу-бизнеса. А другая половина, как вы думаете, кто? Люди, которые связаны с трейдерской деятельностью. И в один прекрасный день я тебе сказал, я добьюсь таких же результатов. Я взял вот эти вот фотографии, распечатал, и они для меня служили мотивацией. Но если вы будете считать, что это понты, вот вряд ли вы добьетесь каких-то больших результатов. Давайте я вам расскажу, что такое вот понты для меня. Понты, это когда парень, которому 20 лет, бухает всю ночь в клубе за бабами деньги, потом садится в свой феррари, ее разбивает и через два дня покупает новый феррари, выкладывает фотку в инсту. Вот это вот народ понты. А это, это не понты. Этого всего добился я сам. Мне никто не помогал, у меня никого не было, но я верил, шел до конца и добился своих целей. А хейтеры вот теперь будут говорить, блин, как тебе просто, ты просто снимаешь видео и зарабатываешь такие бабки. А скажите, разве это не круто? Разве не круто просто снять видео и заработать деньги? Или нужно ходить на завод по 10 часов, вкалывать и зарабатывать копейки? Я учу людей, что можно зарабатывать большие деньги, при этом не вкалывать и заниматься любимым делом. Если вы найдете себе дело по душе, если оно еще будет вам приносить деньги, ну скажите, разве это не круто? Занимайтесь тем, чем вы любите и вам никогда не придется работать. Это мой контент, это моя работа, даже не работа, это любовь, потому что я не занимаюсь работой. И теперь я могу простимулировать, промотивировать других людей и при этом заработать деньги. Все в вашей голове, все будет так, как вы к этому относитесь. Хейтеры хотят услышать, что мое видео развод. Да, мое видео развод. Вот, я это вам сказал в глаза, теперь вам не придется писать это в комментарии. Хейтеры, мое видео развод. Если вы так считаете, это будет для вас разводом. Да если так считать, все развод. Давайте возьмем, к примеру, я не знаю, церковь. Церковь развод, да, потому что она зомбирует людей, выкачивает с людей деньги, все, это развод. Если вы будете так относиться, конечно же, это будет для вас разводом. Но для меня церковь это не развод. Если я могу помолиться и это мне реально помогает, это не развод. И кстати, я еще это никогда никому не говорил, и я ходил в церковную школу 4 года. Я знаю молитвы, я много молился, и это для меня была какая-то вера, какая-то высшая сила, которая реально мне помогала. Когда вот реально было плохо, когда не было сил, когда уже не знаю, все пропало, я просто вставал на колени, молился, и не поверите, мне реально было легче, потому что я бы это верил. Я верил в эту силу, вот и все. И для меня это не развод. Можете относиться к этому как хотите, но если вы в это будете верить, это будет для вас правдой. Вот и все. И вы добьетесь безумных результатов. Также люди спрашивали меня, продается ли мой канал. Нет, народ, мой канал не продается. Люди хотели у меня купить канал за 20 тысяч долларов. Да вы что, издеваетесь? Если мне канал пассивного дохода приносит больше 10 тысяч долларов в месяц. Это просто пассивный доход. Я снимаю видео, получаю пассивный доход с партнерки Алимтрейд и с партнерки ютубовской. 10 тысяч баксов. Да я за год заработаю 120 тысяч. Зачем же мне продавать мой канал за 20 тысяч долларов? Так что, народ, даже мне такое не пишите. Мой канал не продается. Это мое дело. Это мой бизнес. Это моя мечта. Я его долго создавал. Я выпускал видео тогда, когда я собирал, не знаю, в неделю 20 просмотров. Просто 20 просмотров. Когда было много хейта, было 20 просмотров и не было вообще денег. Но знаете, что я делал? Я шел до конца. Я просто, несмотря ни на что, выпускал видео ролики. И все. И теперь я пожинаю плоды. И хейтер еще умудряется сказать, вот ты, гондон, просто снял видео и получаешь такие деньги. Ходишь себе там по Мальдивам с камерой, снимаешь видео и получаешь такие деньги. А знаете, сколько долго я к этому шел? Знаете, сколько я ночей не спал? Сколько я страдал? У меня не было где жить. У меня не было вообще денег. Но я не останавливался. Это главный секрет успеха. Всегда идите до конца. Всегда, несмотря ни на что, добивайтесь своего. И вы обязательно дойдете к своей цели. Вы обязательно добьетесь успеха. Вот хейтеры будут всегда всех критиковать, но никогда не будут искать причину в себе. Вот знаете, обвинили создателей Симпсонов в том, что Гомер показывает плохой пример детям. Он сидит на диване, смотрит телик, пьет пиво. И знаете, что ответили создатели? Чтобы дети не брали пример с Гомера, вашему отцу достаточно просто не вести такой же образ жизни. Вот и все. Еще мне очень нравятся комментарии, в которых говорится, мол, я бездомно трачу деньги, мол, я путешествую, раскидываюсь деньгами. Лучше иди скупай недвижимость, люди говорят. Лучше бы раздал эти деньги бездомным. А я спрашиваю, а сколько денег бездомным раздали вы? Я-то раздаю деньги бездомным, а вы раздаете? Люди говорят, ну, у меня нету столько денег, чтобы я смог раздавать. Раздавать деньги смогут все, запомните это. Если вы получаете 100 рублей в месяц, вы можете отдать 1 рубль. Но все могут отдавать. Так что начните сначала с себя. А люди, которые говорят, лучше бы скупал недвижимость. Народ, я скупаю недвижимость. Теперь смотрите, как распоряжаться вот этими вот деньгами. 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро и еще 10 тысяч евро. Вместе здесь сколько там? 33 тысячи долларов, да, вот здесь. Эти деньги идут на квартиру. Все, эти деньги идут на недвижимость. Вот сейчас я при вас их инвестирую в недвижимость. Дальше, осталось 5 тысяч евро. Эти деньги идут на путешествия. Все, шикарно. А здесь 50 тысяч гривен, 20 тысяч гривен и 10 тысяч гривен. Это сколько? 50, 20, 70, 80, 100, 60 тысяч рублей. Эти деньги идут на пожертвования. Вот и все. Вот как правильно распоряжаться деньгами. При этом я отдаю деньги, покупаю недвижимость и путешествую. Вот. Вот чему я учу людей. Теперь я хочу поблагодарить вас, всех моих подписчиков, за поддержку. Вы не представляете, насколько ваша поддержка меня мотивирует. Насколько меня мотивируют ваши комментарии. Когда вы в комментариях пишите, ты красава, ты лучший, ты добьешься своих целей, ты заработаешь миллион баксов. Блин, люди, реально огромное вам спасибо. Вот такие вот комментарии меня реально заряжают энергией. Мне хочется что-то делать, мне хочется делиться вот этим всем с вами, мотивировать и рассказывать про свою жизнь. Также вы не представляете, сколько благодарностей сыпется в мою личку. Люди благодарят за книги, люди благодарят за мои видео. Люди реально меняют жизнь, народ. Вы не представляете, как это приятно. Аж мурашки идут по коже, когда человек мне пишет, что спасибо тебе за то, что ты мне посоветовал такие книги. Эти книги просто перевернули мою жизнь. Благодаря тебе я переехал в другой город и начал заниматься любимым делом. Блин, это же так круто, что люди реально меняются. Что много людей сейчас понимают, о чем я говорю. Что много людей научились полностью на себя брать ответственность за свою жизнь. И запомните, нету плохих ситуаций. Есть то, как вы к этим ситуациям относитесь. Все в вашей голове. Если вы на себя пролили чашку кофе и запачкали, например, рубашку, важно то, как вы к этому относитесь. Важна не сама ситуация, а как вы к ней отнесетесь. Если вы будете страдать, вам будет плохо. Блин, как же так? Я запачкал свою новую белую рубашку. Блин, весь день пошел у вас наперекосяк. Потому что ваше отношение было безумно негативным. А другой человек просто кинул ее в стирку, застирал, одел новую и все у него отлично. Он по этому поводу даже не парится. То есть ситуация одна и та же, отношения разные. Вот, это самый главный секрет. Как правильно относиться к жизни. От хейтеров я тоже беру поддержку, потому что они меня подстегивают. И приятно то, что они хотя бы ведут по этому поводу дискуссию. То есть они не потерянные уже люди. То есть они в этом хотят разобраться. Они хотят предложить какие-то свои доводы. И это очень приятно. Важно то, что этот человек не безразличен. Если он попал на мой канал, он хочет изменить свою жизнь. Но вот им не позволяет их мышление. И вот они пытаются для себя что-то выяснить. А те люди, которые меня поддерживают, которые меня понимают, вы не представляете, как это приятно. Огромное, огромное, огромное вам спасибо. Благодаря вам я знаю, что я на правильном пути. Так давайте же подведем итоги. Какой мы сделаем с вами самый-самый главный вывод? Как всегда иметь деньги? Как всегда быть успешным? Это просто изменить свое мышление. Это относиться к деньгам хорошо. Это относиться ко всему хорошо. Это с каждой ситуацией брать позитив, брать мотивацию, брать какую-то пользу. Вот и все. С любой, даже самой-самой плохой ситуацией можно извлечь пользу. Если вы так настроите свое мышление, если вы так его измените, если вы будете так ко всему относиться, поверьте, вы измените вашу судьбу. Вы добьетесь очень многого. Так что в конце я хочу пожелать всем-всем-всем своей правильной аудитории и тем хейтерам, которые еще не до конца меня понимают, каждому вот такую вот сочную котлету. Вот такую вот сочную котлету, чтобы вы получали раз в день. И это в первую очередь, чтобы для вас было мотивацией, потому что для меня это безумная мотивация. Вы знаете, как приятно держать вот эти вот деньги в руке? Это очень круто. Это стимул. Это развитие. Да это все самое лучшее. Если вы будете так относиться к деньгам, поверьте, так и будет. Но если вы будете думать, что деньги это зло, да никогда у вас не будет денег. Деньги это хорошо. Чем больше у вас денег, чем больше вы окружаете себя деньгами, чем больше вы себя окружаете картинками о деньгах, чем больше вы себя окружаете той жизнью, которой хотите жить вы. Там какими-то красивыми машинами, яхтами, вертолетами. Да это все будет притягиваться, но не все сразу. Все будет постепенно. Вот. Картина и такой. Тоже вы все будете к себе притягивать. Главное то, что я в это верю. Вот почему я это все притягиваю в свою жизнь. Так что, народ, я хочу, чтобы вы изменили свое мышление. Чтобы вы не думали, что это плохо. Это безумно хорошо. Это круто. Деньги это шикарно. Так что, огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Подпишитесь на мой канал. Сейчас идите и подпишитесь, потому что для меня это огромная мотивация выпускать для вас новые видео. Подпишитесь на мой инстаграм, на мой телеграм. Все ссылки в описании. Поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok